так ну все уже вопросы закончились вот как раз прибыл Леонид Рубикович Рускоев о котором я вот он сейчас будет вступать перед нами вот можно хорошо если сделать значит вступление и заключение на английском языке тоже о нем нежал первое что он это идет оба у его это оба и и и и и и и и И я чувствую себя, как будто я в рейтинге. Слепы длинные, пальцы длинные, но все мои снимки в английском, и вы можете видеть и читать. Дорогие коллеги, я очень рад сегодня выступить перед вами в этот такой непростой для сообщества год, когда у нас было две крупные потери, ушел из жизни замечательный ученый физик, прекрасный человек Андрей Рухадзе. И мы потеряли такого трибуна, как Юрий Петрович Пажетов, который был бессменным организатором всех этих конференций. Но тем не менее, я хочу верить, что эти конференции будут продолжаться, что сообщество останется в том виде, в котором есть приумножиться. Я хотел бы вам сказать, что на самом деле, мне кажется, что самые тяжелые времена позади. И вот сейчас всерьез обсуждается фондом РФФИ выдача открытия грандов, грандов именно по Леннер. И это первый раз. Может быть, конечно, они не решатся, но сам факт того, что это обсуждается в академических кругах, уже означает, что это не уже такого оголтелого отрицания, что это является лженаукой, скорее всего, уже не будет. В этом смысле я вас всех поздравляю. Поздравляю, сообщество выдержало, не распалось, не дрогнули. Надеюсь, что наступят лучшие времена. И третий пункт, который я хотел бы перед началом доклада означать. Вы, наверное, слышали, что я сейчас работаю в Абхазии в СФТИ. И вот я предлагаю провести следующую конференцию, 26-ю, в городе Сухуми под лозунгом непризнанного государства, непризнанная наука. По крайней мере, есть логическое соответствие. Поэтому я вот, если это предложение оргкомитет заинтересует, то он со мной приехал представитель ЦСВТИ, которая, собственно говоря, и будет заниматься, в случае чего, контактами по организации конференции. Теперь содержание доклада. Я не буду рассказывать о тех последних результатах и тех экспериментах, которые идут в СФТИ. Мне кажется, они еще сырые. Но обещаю, что через год с Сухуми мы сможем не только услышать, но и посмотреть живой эксперимент, потрогать ручки, подергать. Вот. Поэтому содержание моего доклада, и оно будет, как бы я предвосхищаю действие РФФИ. И когда будет объявлен конкурс, конечно, IF, если он будет объявлен, то я надеюсь, что многие из вас напишут заявки. И мне бы хотелось, чтобы в этих заявках уже не было терминологической путаницы, чтобы какие-то общие термины сообщества приняло. И, конечно, в первую очередь... Вот мой доклад больше методический. Он сильно похож на тот доклад, который я делал Самсоненко в 2016 году. Вы здесь не услышите ничего принципиально нового, но акценты расставлены по-другому. И так я начну. Он не очень длинный. Я думаю, минут 40 я впишусь, и минут 20 готов буду отвечать на все ваши вопросы. Кто у нас за... А, да, ну давайте. Первый старт. Значит, вот СФТ и Абхазия, как вы заметили, да? Достаточно непривычная для меня аббреватура, но тем не менее, вот, как истинный абхазец, я вам хочу рассказать о том, кратко историю, все-таки этого холодного, то, что принято называть холодным сердцем, можно делать. Значит, в 89-м году мир облетела потрясающая новость, что два физика, химика точнее, Флешман и Понц, сумели осуществить холодный синтез ядер Тейтерия при электролизе тяжелой воды. Ноу-хау этих великих химиков состояло в том, что они предложили использовать палладий в качестве катода. Соображения, которые ими руководили, состояли в том, что палладий имеет в грани центрированную решетку, то есть одну из самых плотных решеток, и Дейтерий, который может набиваться, он должен, в конце концов, перекрыться волновой функцией и осуществиться синтез. Синтез ядер Дейтерия. И об этом было заявлено на конференции, и это протрясло весь научный мир. Я помню, мы в то время работали в Чернобыле, и это было фантастика. Все искали тяжелую воду и палладий. Но достаточно быстро выяснилось, что первоначальное заявление флешмана Японса было ошибочным, что никакого фантастически мощного потока нейтронов нет, что, собственно говоря, было уже изложено в их первой научной публикации. Если ее читать, то там очень уже было конкретно. Да, они наблюдают некое количество нейтронов, некое количество гелия, но они не могут объяснить за счет этих редких событий тот дополнительный энергоплат, который они наблюдают. Замечательные два обзора того же времени принадлежали Цареву, это фиановский прекрасный физик, который очень внимательно и очень объективно отслеживал всю драму идей, которая разволачивалась в начале 90-х годах. Плохая воспроизводимость, ничего не понятно, лженаука и так далее, и так далее. Но, несмотря на то, что первоначальное заявление флешмана Японса было, конечно же, ошибочным, эта работа послужила толчком к развертыванию работ и в академических лабораториях, и поскольку опыты кажутся простыми, то и в разных других, как я называю, гаражных лабораториях. Тем не менее, камень покатился, камень покатился, но никого на сегодняшний момент, не только флешмана, не то Японсу, но и их последствиям, не удалось показать, что возникает синтез, классический синтез, который хорошо изучен. Он хорошо изучен в лабораториях, известны все каналы. И на сегодняшний день мы должны констатировать, что, по всей видимости, я бы там абсолютно уверен, холодного синтеза, в том смысле, как ДД, не наблюдается. И когда вы будете писать заявки, я прошу вас учесть вот это обстоятельство. Те, кто будут писать про холодный синтез, ну, скорее всего, эксперты будут просто сразу отвергать. Можно следующий слайд? Ну, я не буду здесь делать обзор, в этой аудитории все прекрасно знают, но хочу лишь сказать, что в результате вот 20-летних, или уже почти 30-летних исследований выяснилось, что некие ядерные процессы при низких энергиях, или я буду пользоваться английской аббревиатурой ЛЕНР, она, мне кажется, более благозвучна, чем наша НИЯР, вот, наблюдается в достаточно широком круге явлений, это и лазерная абляция, это и газовый разряд, как у Саватимова, это на водораживание металлов, и электровзрыв, и много процессов, где это наблюдается. Это очень хорошо. Это означает, это повышает шансы того, что вот эти реакции, это не есть какая-то ошибка. Было бы очень удивительно, если бы это проявлялось только в каком-то одном электролизе, электрозрыве или там лазера. Значит, если явление существует, то оно должно инициироваться при совершенно различных физических процессах. И это один из аргументов в пользу того, что действительно, вот, эти реакции становятся по каким-то причинам возможными. Давайте теперь попробуем подытожить, собственно говоря, какие же есть аргументы у исследователей, которые говорят о том, что они наблюдают и инициируют ЛЕНР. Давайте посмотрим. Итак, первое. Присутствие избыточного тепла. Измерение, которое очень мало, ничего не говорит о самого сути физического процесса. И по сути своей является инженерным измерением, как я его называю. Но оно и вызывает очень острые дискуссии, и в том числе среди наших западных специалистов, они там в этой группе бесконечно ругаются, у кого какой-то лариметр. Но измерение очень важное. Важное в двух смыслах. Первое, оно как бы указывает путь, что, в общем, что-то есть. Ну, а второе, оно позволяет некоторым исследователям, так сказать, надеяться осчастливить человечество. Но, что еще гораздо важнее, оно привлекает инвесторов, которые хотят быстро сделать, быстро сделать работающий реактор и начать, так сказать, зарабатывать деньги. Ну, вот так они устроены, эти инвесторы. Ну, что можно понять. Вот. Значит, мы сделаем совершенно другой физический вывод, который очевиден. Раз выделяется тепло, то все реакции, которые мы, они экзотермические. Я не видел ни одной работы, где говорилось бы о том, что в результате протекания низкоэнергетических ядерных реакций что-то остыло. У всех наблюдается либо температура дарсамы, либо буша. Значит, мы можем сказать, что все реакции, которые идут, Леонор, они идут с выделением тепла, то есть являются экзотермическими. Это важный вывод, который, как мы увидим, как бы наполовину облегчает создание модели. Можно следующий слайд. Появление новых химических элементов, которых не должно было бы быть в исследуемых пробах. Тоже измерение достаточно дискуссионное, поскольку все мы живем в окружающем мире, где есть различные примеси, которые могут вольно или невольно попасть туда. Но, тем не менее, все-таки количество примесей, которые обнаруживаются в экспериментах, грубо говоря, от 0,1 до десятка процентов. Это серьезные величины. Вывод, который мы можем сделать, он состоит в следующем. Что А, дочерние атомы, получается, в основном состояние, это очень важный вывод. А, что еще более важно, раз их образуется такое количество, значит, мы имеем дело с макроскопическим эффектом. То есть мы не говорим сейчас о каких-то долях BPM, мы говорим о процентах, десятых процентов и десятках процентов. Значит, эффект макроскопический. И те, кто из-за этого, особенно этим наши уважаемые теоретики грешат, которые под тем или иным предлогом хотят сделать электрон тяжелым, идея понятная, это идея, которая идет от меонного катализа, преодолеть таким образом кулоновский барьер, получить нейтрон из протона и дальше нейтрон вроде должен гулять и делать. Мне кажется, что такая идея, ну, в общем, я ее называю так, сделать беременным электрон, вот, идея не пройдет, потому что процесс макроскопический, а это всегда будет, если бы такие даже процессы наблюдались, то они всегда будут очень-очень слабыми. Вы будете иметь очень малое количество дочерних атомов и заметить их очень тяжело, потому что, как мы работаем на фоне в твердом теле, это значит плотность 10-23, а то, что мы можем уверенно фиксировать современными методами масс-спектрометрии, это порядка, ну, BPM, 10-6, это все равно очень большая величина. Итак, второй вывод, что, похоже, процесс носит макроскопический характер, механизм, физический механизм должен быть явно макроскопический. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, появление изотопного распределения. Вот это очень важное и, пожалуй, на мой взгляд, одно из, одно единственное безальтернативное утверждение о том, что наблюдаются какие-то ядерные процессы, потому что все окружающие нас среда, она имеет природное изотопное распределение, и поэтому никаким образом случайно изменить природное изотопное распределение невозможно. Ну, конечно, критики, и не буду называть фамилии, об этом говорят академически, но это только от большой безысходности и от плохого знания термодинамики. Никакой, так сказать, энтропия самопроизвольная не может, может только возрастать, а уменьшаться не может. Это термодинамический принцип, поэтому если у вас возникло какое-то изотопное искажение от равновесного, то значит, есть какой-то, за это должен быть какой-то ответственный процесс. Само по себе оно возникнуть не может. Поэтому это наиболее важное, и именно оно открывает нам, как мне кажется, горизонты. Сейчас достаточно много работ, связанных, там, где демонстрируется природное искажение природного изотопного распределения, начиная от Саватевы, там, Муцимута, даже Росси, наши работы, сейчас Иофан подключился, группа Шофеев, они все говорят о наблюдении в результате каких-то явлений изотопного искажения. Можно следующий слайд? И четвертый. Четвертый важный пункт. Никто из исследователей не говорит о том, что наблюдается какая-то сильная активность во время процессов, и никто не говорит о том, что наблюдает остаточную радиоактивность. Из этого следует очень два важных вывода. Поскольку, ну, я не буду брать экзотические ядра, а буду говорить об обычных ядрах, то, значит, ближайшие, там, для самых таких, в среднем, это 100-200 кФ, это самый низкий ядерный уровень возбуждения. И если бы в акте реакции выделялась энергия больше этого, там, некоторые очень любят писать, 6 мэв, 5 мэв, господа, при этом ядра обязаны возбуждаться. И тогда бы мы видели в момент протекания обязательно гамма-кван. И второй пункт, который есть, нет остаточной радиоактивности. Это самый приятный пункт, благодаря которому мы все живы. Вот, это означает, что все образующиеся ядра имеют, находятся в основном состоянии. И это будет краеугольным камнем до моих дальнейших рассуждений. В некоторых экспериментах наблюдается странное излучение. Вы знаете, я не буду сегодня говорить о странном излучении, поскольку я, во-первых, видел у вас доклады есть на эту тему. Я просто пока не готов говорить о странном излучении, потому что... Молошак мне всегда говорил по этому поводу. Говорю, мы не знаем на сегодняшний день, то ли трансформация, то есть ядные процессы инициируются излучением, то ли этим странным, то ли это странное излучение возникает в результате этих непонятных реакций. Ну, и надо рассмотреть, конечно, третий вариант, что и то, и другое, и следствие какого-то третьего. То есть ни из А не следует Б, ни из Б следует А, а есть С, из которого следуют и А, и Б. Ну, и поэтому, конечно, этим надо заниматься, но это еще, мне кажется, не может быть темы такого же обзорного, как бы я сказал, христемантийных, так сказать, вещей, о которых буду говорить. Вот, поэтому, ну, Молошак мне по этому поводу себя говорит, когда Бекерей получил Нобелевскую премию, еще никто не понимал, радиоактивность это свойство материи или свойство пространства. Ну, такой у него аргумент всегда по этому поводу, но я думаю, что в конце концов разберемся. Ну, давайте дальше. Так, вот сейчас здесь сидит такой очень яркий представитель направления на водораживание металлов Александр Пархумов. Я, значит, немножко хотел эту тему подробно обсудить, потому что достаточно много на рецензию мне попадает работ, которые посвящены, так сказать, исследованию таких процессов, но вот они, мне кажется, все содержат одну ошибку. Ошибка состоит в следующем, что действительно этот процесс наблюдается на металлах переходной группы, можно взять пару никель, водород, палладий, дейтерий, видно, что есть пары, на которых виден эффект. Дальше все впадают в такое, как бы это вам сказать, искушение. Поскольку все это происходит в водороде, то тогда надо, значит, сразу к металлу приписать водород и написать реакцию. И говорят о синтезе. Хотя можно говорить, может, более правильно об обратном протонном захвате, потому что в такой общепризнанной и понятной ядерной физике, исследованной, я бы так сказал, там есть ядра, которые испытывают протонный распад, ну и можно по аналогии вести протонный захват. Ну это чисто терминологическое. А физически, вот почему, мне кажется, это неправильно. Давайте мы даже... Что я там написал? Да. Ну и здесь, конечно, очень яркая работа Роси, который показал потрясающее, так сказать, изотопное распределение, тем самым возникновение искажений и тем самым стимулировал эти работы. Хочу обратить ваше внимание на одну следующую вещь. Та группа Лугана, которая проверяла Роси, проводила измерения на двух типах масс-спектрометра. Один масс-спектрометр был ICP-горелка, а другой был лазерный масс-спектрометр. Значит, что показывает лазерный масс-спектрометр? Лазерный масс-спектрометр показывает значительные искажения, а масс-спектрометр ICP-горелка, где вы получаете цифру, усредненную по всему объему наночастицы, потому что вы растворяете, значит, вы получите среднюю пробу. В лазерном масс-спектрометре, когда вы плазму получаете с помощью лазера, то там несколько микрон, два-три микрона, это вот то, что уходит в плазму. Так вот, все измерения лазерного масс-спектрометра, которые они приводили, ну, с точностью до неизбежной экспериментальной погрешности, конечно же, показывают большее, что говорит о поверхностном эффекте. Более того, это говорит о том, что изотопное искажение имеет распределение по глубине. Понятно, да? Поскольку общая картинка, так сказать, средняя, то значит, есть распределение по глубине. Это я просто говорю тем критикам вот этих экспериментов, которые, ну, здесь, наверное, надеюсь, таких нет, которые говорят, это можно подделать. Да, можно подделать, но нет такой технологии на сегодняшний день, которая бы позволила подделать переменное изотопное распределение по глубине. Просто не существует. Понимаете, да? Это проще получить, чем подделать. Там что-то, я слышал, там подсыпает, там он еще чего-то, еще чего-то, Роси. Нет, это подделать нельзя, и это есть некое... Ну, просто, почему я сразу на это обратил внимание, мы получали всегда то же самое. Когда мы смотрели, видели искажение титанового, я там буду говорить, после электроразрыва, то мы тоже сразу обратили внимание. Мы, конечно же, не хотели ошибиться, мы делали несколькими типами масс-спектрометра. Мы увидели, что лазерный масс-спектрометр всегда дает больше затопную дисторсию, больше затопные искажения, чем ICP-горелка. И, в конце концов, мы пришли к выводу, что это происходит именно потому, что эффект носит поверхностный характер. Вот протекание этих лазерных. Это нормально. Это нормально, потому что было бы очень странно, если бы, так сказать, это было на всю глубину вот этих наночистичек. Но процесс ионизации в двух методах абсолютно разное, от получения ионов. Да, конечно. Поэтому, может быть, связано с процессами ионизации в том числе. Может быть и так, но вот мы это еще раз перепроверили с помощью нейтронно-аппозиционного анализа, и он совпал с ICP-горелкой. Но, Анатолий, я такое возражение принимаю. Может быть, это и так, не буду настаивать, но вот здесь то, о чем вы говорите, находится в некой логике. А я всегда предпочитаю те гипотезы, которые обладают логикой, нежели чем, ну, штору забыли задвинуть, еще чего-то. Есть некая логика. Хорошо. Теперь, почему же все-таки, на мой взгляд, это не синтез? Хотя, очень хочется сказать, вот хорошо, вот водород, вот раз, и, так сказать, прошел синтез. Ну, предположим, мы сейчас вынесем за рамки рассмотрения вопрос о преодолении кулоновского барьера. Мы на него не ответим, и даже сейчас, на мой взгляд, его и обсуждать не стоит, в конце доклада немножко поговорим. А допустим, что кулоновского барьера нет. Такие мы волшебники, раз и отключили кулоновские барьеры. Остаются ли какие-то противоречия? Остаются. Остаются противоречия. Если мы будем прибавлять большинству из этих металлов, а мы должны, в общем, прибавлять к разным изотопам, то мы увидим, что очень мало изотопов, которые при прибавлении получаются, их результат, то есть мы должны единичку прибавить, единичку по заряду, единичку по массе, то мы попадаем в нестабильные, а значит, должна быть радиоактивность. Энергия, будем говорить, протонного захвата, синтеза, как хотите. В среднем по таблице Менделеева составляет 6 МФ для водорода, и, соответственно, 11-12 МФ для ДТВ, или две частички. Значит, мы должны были бы видеть на каждый акт такой реакции очень большую гамма-активность, потому что должны были бы возбуждаться уровни. Мы их не видим. Значит, процесс идет как-то не так. И вот так вот просто писать формулы, как химические, ну, так они, мне кажется, неправильно, потому что это противоречит тому, что мы наблюдаем. Я попросил Дмитрия Филиппова просто просчитать для всех, составить такую табличку. Она очень здоровая, я ее привез. Кто, те, кому это интересно, могут подойти, и там мы можем скопировать ее. Просто вот чехом для всей таблицы Менделеева прибавляем протон и смотрим, что дает нам Церновский, Церновская база данных, какие мы будем иметь энергии, стабильные, нестабильные, изотопы, просто взглянуть. Тогда станет понятно, что это вот не очень все так просто. Так, хорошо. Давайте следующий слайд. Я вот как бы поругался на вот такое написание, еще раз говорю, я сейчас говорю о форме в преддверии, в надежде, что будут объявлены гранты. Вот предостерегаю вас о том, что вот так не надо писать, потому что вы от рецензента будут ядерной физики, вы сразу получите вот такой вот, пускай. Тогда покажите радиоактивность. Не можете показать, значит ерунда. Поэтому надо писать достаточно аккуратно. Ну, да, это вот я как-то уже говорил про протонный захват, терминологический характер. Важно следующее, что вот синтеза не просто ДД, а вот даже металл, водород наблюдаться, похоже, не может, потому что это противоречит, опять же, мы должны были бы иметь нестабильный элемент. Да и, как бы, реакции, и очень большие были бы энерговыделения. По тем же причинам не может наблюдаться деление. Просто потому, что мы тоже видели, должны были бы видеть активность. Давайте следующий слайд. Ну, вот, собственно говоря, здесь это для наших зарубежных коллег, чтобы они могли, так сказать, прочесть, что, собственно, о чем я так, так сказать, яростно говорю. Давайте двинемся дальше. Это не очень интересно. Можно следующий слайд. Ну, вот, я как бы поспешил с выводом, вот, следовательно, идея ядерного синтеза не проходит. Хотя это все равно называют ядерным синтезом, но она просто не проходит. И это есть факт, который надо, так сказать, признать. По тем же причинам не проходит идея деления, ну, и про нее как-то никто не говорит. Теперь давайте посмотрим, а что же мы можем предложить. Следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Да, значит, ну, как всегда, когда дело заходит в тупик, в теории надо обращаться к эксперименту. Таких экспериментов много. Я мог бы взять японский, это, ну, беру свои, потому что я их, что называется, лучше всех знаю. Вот поэтому я буду... Я не буду о них рассказывать, все о них знают. Лишь только самые основные моменты. При электрозрыве, очень скромно, 50 кгж энергозапас было обнаружено абсолютно случайно, что вот в остатках фольги наблюдается очень сильное изотопное искажение. 48-го титана, который составляет 75%, то есть практически основной изотоп, после электрозрыва обнаруживается 65, там, 2. То есть так, эффект столь велик, что отнести его за счет ошибки масс-спектрометра, ну, совершенно не представлялось важным, хотя сначала, конечно, мы так и думали. Но это первый момент. Я вот написал, где это можно прочитать. И следующий слайд, пожалуйста, 13-й. Ну, где представлены основные результаты. Значит, количество атомов, которые... Как бы вот... Раз стало меньше титана, 48-го, значит, они куда-то исчезли. Вот тех, которые исчезли. 19-20, величина большая. Все остальные, можно было бы говорить, что там вода, водород, что-то перешло в один... Нет, все остальные изотопы между собой остались в природном распределении. То есть с остальными ничего не случилось. Ну, либо случилось совсем немножко, и это находится на пределе, ну, на пределе точности. Можно сказать, что вот с точностью, там нескольких процентов, все остальные изотопы стоят, а это десяток процентов меняется. Вот основной результат. Энергии мало. Не то, что там наядные процессы. Ионизовать-то титан. Такое количество атомов невозможно. Мы можем умножить на соответствующую цену ионизации. Там было бы вычислено полной ионизации. Даже однократно не хватает ионизовать. А если уж мы там будем потом и соферми считать энергию полной ионизацией, то совсем будет плохо. Давайте дальше. И второй факт, значит, возникает с одной стороны, с одной стороны, изотопное искажение титана, с другой стороны, возникает много новых химических элементов, которых не было. И вначале казалось бы, что это ошибка, что что-то попало, и мы говорили там случайно. Да нет, результаты, эксперимент был достаточно чистый. Я вам честно расскажу. Когда первый раз это наблюдали, то, конечно же, мы все были под впечатлением, еще это был 89-й год, наверное. Не, не, 98-й. Под впечатлением, вот, ну, так чего же, надо тяжелую воду заменить. Воду заменить на тяжелую. Сейчас мы получим такой бах. Заменили. Как мы положили титан, так титаны достали. Никакого изотопного искажения, никаких новых химических элементов. И только потом, лет через пять, мы поняли, что на самом деле мы внесли в систему лишний нейтрон, запустив вместо водорода дейтерий. И все. Но это был очень хороший проверочный эксперимент. Мы заменили воду, все остальное оставили так же, и никакого изотопного искажения, никаких новых химических элементов получено нет. И для меня это было твердым указанием. Вот мы проделали серию, там, не знаю, 5-7 выстрелов, ничего не получили. Вот это меня отвратило от идеи синтеза сразу. Еще вот тогда, в 90-х годах, я понял, что нет, к синтезу это никакого отношения не имеет. Если бы это был синтез, то мы должны были видеть гигантский эффект. Вот. Ну, давайте следующий слайд. Значит, теперь как это выглядит. Поскольку мы знаем, что у нас есть титан, вода со всеми изотопами, то это выглядит так, как будто бы мы насыпали вот некое количество химических элементов одних, а на выходе получили другое количество химических элементов, как будто бы вот такое как бы чудо произошло. Есть вход, есть выход. Что творится посередине, мы совершенно не понимаем. И до сих пор не понимаем. Но, тем не менее, вот все начинается с феминологии, с какого-то правильного описания. Поэтому еще Песо говорил, имейте факты, чтобы иметь идеи. Поэтому давайте мы будем говорить о фактах. Ну, они более-менее достоверны. И, может быть, у кого-то появятся некие идеи, если вот я пытаюсь выставить ваше рассуждение на какие-то более-менее такие разумные рельсы. А как мне кажется, может, я и не знаю. Хорошо. Значит, вот все, что мы можем, просто как бы как спектр, спектр элементов. Что вообще говоря, для ядерной физики, конечно, полный нонсенс, потому что у нас всегда есть одно ядро стукает по другому ядру или частица по ядру. И происходит двухчастичная реакция. Трехчастичных реакций в ядерной физике не бывает. Ну, просто потому, что они совершенно маловероятны. А здесь мы видим, что все наоборот. Получается, если предположить, что это правда, то получается какой-то вообще многочастичный процесс. Вот я не зря говорил о макроскопичности эффекта еще вначале. Давайте дальше. Напомню вам, как выглядит энергия связи, кривая энергия связи. В Сухуме, в СФТИ, там хорошая библиотека, старая библиотека, институт, которую организовывали немцы. Я там наткнулся на книжку «Ядерная физика» 1948 года, которую читал просто с упоением. Так интересно смотреть, как наши предшественники, какие зигзаги выписывали. И обнаружил, что вот эта кривая, оказывается, называлась раньше кривая Астона. То есть, вот был Астон, который занимался масштабометрией. Именно он первый додумался построить такую кривую. Дальше это из учебников ушло. Но вот я узнал из старого учебника, что это называли раньше кривой Астона. Итак, левая зона, зона синтеза. Правая зона, зона распада, Дикея, середина, максимум приходится на 56-е железо. Все эту кривую знают, я ее просто напомню. Теперь обратите внимание на ось ординат. Вот там 8 МФ, это в МФ, да? Значит, каждый шаг от этого сопровождается очень большим выделением или наоборот должным большим выделением или поглощением энергии. Такова так устроена природа, такова шкала, вот масштаб нашей таблицы Менделеева. Следующий слайд, пожалуйста. Вот поскольку как мы с вами пришли к выводу ни синтез, ни распад, у нас энергии не хватает, вообще просто противоречит экспериментальным данным, даже если мы будем говорить, что у нас все хорошо, кулоновского барьера нет, все равно мы натыкаемся на должна быть остаточная радиоактивность, ее нет. Единственная вероятность и единственная возможность, которая есть, чтобы не набрать вот эти 5-6 МФ, предположить следующее, ужасное, а не может ли и синтез, и распад протекать одновременно, семилтеннис, одновременно и то и другое. Тогда возникает вопрос, а можем ли мы подобрать комбинацию стабильных, повторяю, стабильных атомов так, чтобы у нас вот эта вот невязка по энергии была меньше 100 К, ну, будем считать порядка 10 К. Вопрос на самом деле вполне нетривиальный, то есть, посмотрите, на уровне там десятка восьми МФ подобрать из конечного числа атома, еще раз повторяю, комбинацию так, чтобы у вас всего была невязка в 10 или там в 50 К. Давайте попробуем ответить на этот вопрос, но при этом мы, конечно же, все верим в законы сохранения энергии, закон сохранения барионного, лептонного заряда, да, электрического заряда тоже очень важно, вот, и, конечно, мы должны все соблюсти, можно написать все, что угодно, но эти законы обязаны соблюдаться, вот, и третий пункт, который мы должны соблюсти, все дочерние атомы должны получаться в основном состоянии, и так, три момента, все законы, стабильность, и невязкая энергия должна быть очень небольшой. Следующий слайд. Ну, образно я это вот так вот изобразил, вот у вас весы, значит, некое количество атомов, ансамбль атомов слева, буду уже переходить на язык Филипова, он строгий у нас, товарищ, некий, множество слева, множество справа, значит, и вот можно ли их подобрать так, чтобы они отличались на 10 К. руками подобрать нельзя, если вы будете брать таблицу Менделе, вы попытаетесь это сделать, нет, это можно сделать только с помощью некого программа, алгоритма. Давайте следующий слайд. Металлогическая часть, значит, сделаю общее замечание, в ядерной физике, конечно же, ядерщики никогда не смотрят за электронными оболочками, ну, кроме одного случая, когда они занимаются слабыми ядерными процессами. Для них электронная оболочка, это там, где-то далеко, очень далеко. У них вся жизнь проходит в ядре, а там пять порядков. Вот, те, кто занимается физикой плазмы, все наоборот. У них вся жизнь проходит на электронной оболочке, а ядро, для чего на этом. Вот, на самом деле, и то, и другое, и тот, и другой подход, конечно же, имеет место на существовании, во многих случаях, но справедливо. Но бывают случаи, когда это становится неправильным в нашей таблице Менделеева. И вообще говоря, атом это есть одна система, состоящая из ядра электронной оболочки. И вот этот тезис, он осознан был относительно недавно, это произошло где-то в 90-е, 80-е, 90-е года, когда Церновские эксперименты показали, что если мы обдираем электронную оболочку, то стабильное ядро может вдруг стать радиоактивным. И это было достаточно убедительно продемонстрировано во многих экспериментах. И началось это еще в конце 50-х годов, когда было отмечено, что берилли 9-й зависит от окружения, у него меняется период полураспада. Ну, это очень легко понять. Если у вас радиоактивный процесс идет за счет захвата, захвата электрона с оболочки, то представьте, берилли не очень много имеет зарядов. Если мы зададим себе вопрос, мы взяли и ободрали электронную оболочку, откуда он будет хватать электронно? Неоткуда, значит, будет стабильным. Таким образом, мы видим, что электронная оболочка влияет на ядерные процессы, несмотря на разницу масштабов, несмотря на разницу энергии, потому что есть еще фазовый объем, поэтому мы видим, что такие вещи есть. И, конечно же, когда мы работаем в ядерной физике, то нам все равно эта электронная оболочка, ну что там, пол моего, его даже не стоит рассматривать. А вот если мы хотим подобрать с точностью до 10 кэф и много ядер, то мы должны считать все, очень скорбулезно учитывать все. Я сейчас примерно покажу, как это было сделано Филипповым. Давайте следующее. Я не сильно по времени? Еще можно говорить. Можно говорить, да. Ну вот первое, это вот я привожу пример того, что я сказал. Диспрозы и ридитали абсолютно стабильны в нейтральном состоянии, переионизации становятся бетаактивными. Вот ссылка на работу Боша и команда. Было на самом деле много работ, этим занимались достаточно активно в ЦЕРНе. И это как-то потихонечку сдвинуло понимание того, что электронная оболочка действительно влияет. И такой прорыв произошел в 96-м году, когда та же команда Боша ободрала ионизовала Ренни 187-й, который был практически стабилен, его период 3 на 10 десятых лет, они его ободрали и получили период 30 лет. Это на всех произвело глубокое впечатление. Вот так просто на 10 порядков за счет ионизации изменить вероятность ядерных процессов. Это было лучшим доказательством того, что все-таки электронная оболочка ядра две части одной системы под названием атома. Следующий пример. Так, теперь несколько слов о том, что же мы будем брать за критерий, критерий, как мы будем определять, какой путь нам выбрать, чем мы будем оперировать, какими вещами. Ведни физики оперируют тремя вещами. Энергия связи, и мы хорошо знаем, что это такое, это энергия связи, ядра, это есть разница между количеством нейтронов, умноженной на массу нейтрона, количеством протонов, умноженной на массу протонов, и массой ядра. Вот то, что остается, это есть энергия связи ядра. Вот абсолютный ли это критерий? Нет, не абсолютный. Вот показываю, пожалуйста, энергия связи для третия 8,5 мы ядра, а энергия связи для гелия 7,7 гелия третьего, как мы все знаем, нестабильным является именно третий, а гелий третий, хотя у него и меньшая энергия связи, это можно просто легко взять данные и посчитать, то он остается стабильным. Значит, неправильный критерий, по крайней мере не абсолютный, хотя во всех учебниках, за исключением Мухина и Севухина практически приводится этот критерий, он ошибочен. Второй пример, который я очень люблю, что минимум массы, энергия связи, ядра и масса находятся в жестком соотношении, поэтому это как бы эквивалентные вещи, либо вы говорите, что энергия связи, ядра должна быть максимальной, и я вам привожу пример, что это не так, либо говорите, что масса ядра должна быть минимальной, но когда у вас минимальная масса ядра, то по изобаре вроде ему распадаться некуда, он уже сидит в минимуме. Так ли это, нет, 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 не так, очень красивый пример, посмотрите, возьмем 55 марганец и 55 железо, и как в учебнике, это я вот люблю для студентов из тех, а так вот на лекции такой пример рассказывать, можно следующий слайд, посмотрите, мы берем табличные данные с хорошей точностью, последние данные, и начинаем считать энергию связи, все как учили по учебнику, вот энергия связи, Z на mp, A-Z на mp, и масса ядра. Считаем для одного, считаем для другого, и обнаруживаем, что на самом деле минимальная масса у ядра 55 железа, и следовательно, железо должно быть стабильным, а марганец радиоактивным. Если мы взглянем к таблице Менделеева, то мы увидим, что все наоборот. Марганец вообще, моноизотопы, это единственный изотоп марганца 55, а железо 55 является бета-распадчиком с периода 2,9 года. Значит, видите, разница между ними всего 30, 300 кФ. Так в чем же дело, почему так получается? А надо просто еще учесть электронную оболочку, мы немножечко забыли, что железо 26, а значит у него на один электрон больше, а электрон весит 0,5 мэва. Понятно, да? Теперь разница в 300. Если я прибавляю 0,5 мэва, то я получаю 200 в обратную сторону. Давайте посмотрим, как это происходит. Следующий слайд. Да, вот я получаю 200 в обратную сторону, все становится сразу на место. Значит, самый из этих двух изобарных атомов легким, легчайшим оказывается марганец, а железо за счет того, что у него больше электрона, он оказывается тяжелее, поэтому оно распадается в марганец. Понятно, да? Итак, очень простой, но такой наглядный пример, говорящий о том, что правильным, абсолютным критерием устойчивости является минимум массы атома, не энергия связи ядра, не упаковочный коэффициент, а именно масса. Значит, почему так получилось? Очень просто. Массоспектрометры резонансные появились относительно недавно. Я не знаю, два десятилетия назад, а до этого момента все массы ядер определяли ядерные физики, они их бомбили, смотрели известными частицами, они смотрели, насколько они сдвигаются, и это и служило, так сказать, оценкой для массы ядер. Поэтому в большинство справочников вошли массы ядер, соответственно, и вся идеология шла от ядра. А теперь, когда появились резонансные массоспектрометры, то уже все перешли к массам атомов, и в таблицах приводится именно масса атомов, то есть с учетом электронной оболочки, масса атомов, это с учетом энергии связи электронной оболочки, понимаете, да? То есть, это уже более, поэтому надо всегда пользоваться при всех оценках массами атомов, не массами ядер, не там энергии связи, а массами. И это оказался стопроцентный абсолютный критерий, под который проходит все. Следующий. Да, вот Филиппов и я это просто проверили и выяснили, что вот 30 дизотопов, которые попадают под критерии, которые написаны во всех, в общем, на самом деле являются нестабильными. А вот если мы берем в качестве критерия стабильности минимум массы атомов, то абсолютно вся таблица Менделеева попадает под это определение. Ну и это так, просто доказательство. Дальше, пожалуйста. Вот, монологическая модель. Идеология можно ли подобрать? То есть ответ, вопрос, который ставился, можно ли вообще подобрать комбинации, чтобы удовлетворить с тем трем пунктом? Работы начались в Дубне. И первая работа по этому поводу была сделана Пенькову, Мышинским Вологи Кузнецовым. И Мышинский мне даже написал историческую записку, справку, прислал, что... А может, было стендовый доклад? Да, 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 да. Значит, я, давайте, поскольку я сам моделированием не занимаюсь, это занимаюсь, поэтому я могу так вот, как в неком смысле, как рефери, я экспериментатор, и это численное моделирование, это не мое. Значит, две команды, команда Дубнецов и Дима Филиппов. С другой стороны, работали, и больше почему-то никто, кто-то... Вот эта идеология, что меня удивляет, она достаточно простая, но как-то не привелась вот в сообществе. Пархомов этим занимался, у него работа в прошлом году была, там он раз десять более мощный набор подобрал, чем вы с Филиппом. Нет, но это надо вообще обсуждать. Ну, я думаю, что надеюсь, что все-таки не Пархомов, а компьютер. Компьютер. Компьютер, ну, хорошо. Я сейчас суток работаю. Значит, давайте. Значит, чем это было, чем это было важно? Первое, что они заметили, когда начали подбирать, что если не разрешить слабое взаимодействие, ничего, никакие комбинации подобрать не удается. И это был первый, где-то в 2000-х годах, первый шаг, который заставил нас обратить внимание на слабое ядерное взаимодействие. Просто программа твердо, так сказать, ответила. Нет, не подбираются. Следующий важный шаг, который фактически был сделан имиджем, состоял в том, когда они разрешили переход нейтрона в протон, и наоборот, соответственно, обратный процесс тоже имеет место, быть, то достаточно быстро было обнаружено, что выше цинка комбинации не подбираются. То есть, дочерние ядра, выше цинка, а дальше, если брать следующий компьютер, берет следующую комбинацию, там возникают очень большие разницы по энергии. Никаких, никаких десяти кэвых там речи быть не может. И вообще, я должен сказать, что это вообще трюк, возможен только по одной простой причине, что таблица Менделеева конечных стабильных ядер. Потому что, мы не знаем, мы берем только закон о сохранении, и дальше, собственно говоря, комбинатория. Комбинатория, как вы понимаете, у нас есть там 288 стабильных изотопов. И, если мы вспомним теорию множества, количество комбинаций, количество подмножеств, которые можно собрать из этого множества, это всегда 2 в степени Н. Правильно? Вот. Ну, 2 в степени 288 получается. Вот. Поэтому, нужны какой-то механизм, чтобы он позволял однозначно подбирать. Пока не понимаем. Двигаемся дальше. Почему это, в чем сложная задача? Когда мы работаем в обычной ядерной физике, то мы знаем, вот дочернее материнское ядро чем-то стукнули по нему. Закон сохранения электрического и барионного заряда легко, учесть руками всего 2 частички. Вы уже примерно понимаете, известно, что при этом получается, эксперимент показал. Все пишется легко, закон сохранения энергии. И если вы берете, скажем, 15 там атомов с одной стороны, то учесть правильно закон, все 4 закона уже становится руками не переберешь. Тем более надо учитывать и по протонам, и по нейтронам. То есть задачка достаточно другая, не то же сложная, но другая постановка задачи, в отличие от обычной ядерной физики. Ну, собственно говоря, теперь какими нормами пользоваться вот здесь, собственно говоря, сейчас мы переходим к самому тонкому, пожалуй, месту этого доклада. Какими, что есть энергия связи, почему не очень хороша? На самом деле энергия связи, если вы посмотрите любой справочник, энергия связи протона и нейтрона, элементарная частица, она нулевая, правильно? Это две разные частицы и весят по-разному, и весят заметно по-разному. Поэтому видно, что критерий энергии связи не очень хорош, потому что он не различает нейтрон и протон. теперь упаковочный множитель, которым любят пользоваться яйдной физики, да тоже плохо. Посмотрите, он как бы волевым усилием ноль выбран на С12, но физически понятно, что раз ядро связано, то не должен быть ноль. Значит, есть помимо самой идеологии, есть еще нулевые точки. И вот здесь очень важно, чтобы нулевая точка, точка отсчета от вашего критерия была правильная. Ну, может я немного говорю путанно, но это тонкое место, вот здесь надо как-то немножко поразмыслить. Давайте следующее. Важная ремарка. Ну, ладно, между слабыми взаимодействиями я уже, так сказать, говорил. Ну, про эти электронные оболочки я тоже говорил, давайте это опустим. То есть считать надо очень аккуратно. Вот я прошел. Очень давайте следующее. Вот, а вот это вот такой даже связанное с названием вашей конференции. Давайте вспомним, что значит трансмутация, что это означает. Термин был введен на заре ядерной физики, когда ученые с удивлением обнаруживали, что из одного химического элемента спонтанным образом образуется другой химический элемент. Всегда это было либо на два назад зета, либо на один зет вперед. То есть либо альфа-распад вы теряете по таблице Менделеева смещаетесь на два шага, либо это в общем как в песне. Шаг вперед и два назад. И вот появление, процесс появления новых химических элементов стоящих рядом с исходным назвали трансмутацией. То есть он трансмутирует, перемещается на соседнюю клеточку или максимум через клеточку, не больше. И это называется трансмутация. Медленные изменения, можно сказать, адиабатические почти. и вот то, о чем сейчас буду говорить, принципиально другой процесс. Вы один ансамбль ядер переводите в другой ансамбль ядер. И более того, если мы говорим, что и синтез, и распад идут одновременно через железо, то они просто из разных частей таблицы Меделеева будут подбираться. и мы пользуемся слова трансформация, как бы желая сказать о том, что это не одночастичный процесс, что это не просто потеря нейтрона в протон или потеря альфа-частицы. Понятно, я излагаю. Вот отношение мое такое. Мы должны сменить термин, потому что когда говорят трансмутация, и это все западные наши коллеги все этим пользуются, везде трансмутейшн, трансмутейшн, трансмутейшн. Это неправильно, это другие процессы. Либо все это ерунда, либо это какой-то другой процесс коллективный, совершенно не связанный с переходом на соседнюю клеточку. И это надо четко себе понимать. Давайте дальше. Слайд остался от этого. Пропустите, пожалуйста, не заметили. Да, 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 дальше. Да, вот давайте начнем с этого. Вот качественные предсказания. Я уже сказал о Кузнецове Мышинском, и это, считаю, их заслуга. Теперь, к сожалению, гена нет, и я не буду за глаза его не то что упрекать в некой ошибке, которую они почему-то на протяжении уже почти 15 лет из статьи в статью переносит, и сколько я ему не писал, Гена, вы делаете неправильно, вы ошибаетесь на 700 кэф. Я дальше покажу, где содержатся ошибка. Хотел с ним подискутировать, но он не приехал. Он не мог просто, хотел. Хотел, да, он мне позвонил, сказал, что хотел, Гена, я тебе хочу наконец объяснить, где вы ошибаетесь. Вот. Ошибка не катастрофичная, но часть вариантов, которые они выдают, как возможные процессы, не проходят. Часть, да, часть нормально соответствует действительности, а часть остается ошибкой. Давайте дальше. Дальше. Я не понимаю, как это попало. Что-то я... Да, что-то не так, я, по всей видимости, не... Давайте дальше посмотрим. Вот спаунт. Да, 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 значит, пропала часть, презентации. Ну, ладно, давайте, я ее расскажу так. Значит, пропала на самом деле феномологическая модель, собственно говоря, норма, как Филипп устроил эту модель. Он пошел своим путем. Смотрите, в чем суть? Что есть такое энергия связи? Энергия связи атома. Это вы должны ядро разобрать на протоны и нейтроны, а электронную оболочку на электроны. И вот это все разнести, и вот это вот есть энергия связи. Понятно, разница между вот этими у нас. У вас получается два класса частиц. Протоны и нейтроны. И вам тяжело считать. Конечно, лучше, когда у вас какая-то есть одномерная штука. Надо как-то уравнять протоны с нейтронами. Что предложил Филиппо? Давайте мы предположим, что у нас все нейтроны распались в атом водорода. Мы разберем ядро атом не на протоны и нейтроны, а на атомы водорода. Но энергию связью, конечно, оставим вычисленной по модели Ферми, электронную. Мы его как разберем? Мы говорим, протон электронный, значит, 13,6 электронного вольта. А да, мы, поскольку энергию уже посчитали, мы, конечно, ошибаемся. Мы ошибаемся на 13 электронного вольта на каждом протоне. Мы как бы его меньше делаем. Но для 100, для атомного номера 100, это будет всего 1,3 кэва. А это точность современных аспиртомов. Поэтому такое предположение, оно не идеально, но оно вполне хорошо работает для до сотого там 150-го. Ошибка не очень велика. Но что мы при этом получаем? Мы получаем прекрасную картину. Мы все разбираем не на протоны и нейтроны, а на атомы водорода, протоны мы просто подсоединяем электрон. А где энергия нейтринная? Она же огромная. А нейтрон мы считаем, что он распался в связанное состояние. В связанном состоянии. Знаешь, связанное состояние. Не очень огромное 726 кф. Связанное состояние. И вот эти. То есть электрон как бы сразу родился на оболочке. А вот эту энергию нейтрина 728 кф, мы ее учли. Мы каждому нейтрону эту добавили. Но преимущество. То есть фактически мы изменили немножко понятие энергии связи. мы это называем нормой. Мы ввели понятие нормы. И оно соответствует математическому определению понятия нормы. Все там выполняется. Все три требования приняты. Но тогда у нас есть одномерная вода. мы разбираем каждое ядро атом на водород. То есть мы возвращаем к исходному состоянию Вселенной. Честно говоря, лет 10-15 и Филиппов думали, что это трюк чисто вычислительный, который позволяет упростить задачку. Но может быть кто-то сумеет в этом найти и больше философский смысл. То есть понимаете, мы разбираем все до водорода. И тогда ноль меры оказывается водород. То есть исходное состояние Вселенной. К сожалению, вот как-то это пропало и я надо... А доски здесь нет. А? На пальцах рассказывали. Ну, собственно, на пальцах я уже и рассказал. Все, да, час. Час очень интересный. Все, я тогда закругляюсь, закругляюсь. Значит, основная мысль, которую я до вас хотел донести, что все-таки, Лен, это какие-то реакции совершенно нового класса. Это не синтез, не распад. Это коллективный процесс, и тогда это объясняет микроскопичность. Непонятно совершенно, как при этом преодолеваются кулоновские барьеры. Абсолютно непонятно, и мы на этот вопрос не можем сейчас ответить. но тем не менее какие-то вот это можно назвать кластером, там, прото, там, еще что-то, еще что-то, но вот образуется некий такой ансамбль, который внутри себя обменивается протонами и нейтронами. Можно сгоряча сказать, это обменное взаимодействие. Нет, мы знаем, что обменное взаимодействие, которое возникает из-за дождественной частиц, это Гейзенберг и то, что мы можем померить его энергию там на орто, пара гелия, это лабораторная работа. Второе, что мы знаем про обменное взаимодействие в химии, вот у нас здесь, на самом деле это больше похоже на химическое обменное взаимодействие, по крайней мере, мы видим, что от них обменивается протонной нейтроной, а там остатками кислотными. Ну, давайте я, есть некая надежда, что все-таки странное излучение каким-то образом здесь позволит нам, то есть, чтобы вот это происходило, такая фантастика, должен быть какой-то принципиально новый элемент, о котором мы не знаем, потому что из того, что мы знаем, ну, не могут атомы так себя вести безобразно, значит, должен быть какой-то новый элемент в нашем знании. Может быть, он связан со странным излучением, может быть, а может быть, еще есть что-то, что позволяет вот так вот себя вести. Но в любом случае, мне кажется, что все наши попытки объяснить протекание низкогеннергетических ядерных реакций с помощью, исходя из тех знаний, которые мы имеем на сегодняшний день, скорее всего, обречены на неудачу, слишком сильные противоречия. Означает ли, что их не надо делать? Нет, конечно, надо. Но в конце концов должен родиться какой-то новый подход. Я думаю, что он родится. Может быть, уже Эйнштейн или Дебройле учится в школе. Все, спасибо вам за внимание. Извините, что так долго. Спасибо. Спасибо замечательному докладчику за прекрасный доклад. Мы слушали его не только с большим интересом, но и с большим удовольствием. Вопросы, да? Леонид, ну, действительно, еще раз послушать тебя приятно. Тем более, профессор говорит ясно студентам. Значит, ну, все-таки, говорить будем откровенно. Ну, это заготовка, которую ты оставил, так сказать, на полпути. Дальше, ты проводил свой эксперимент, Саша проводил свой эксперимент, я свой эксперимент. Вот какая-то тряска внутри этого мешка, что-то это комбинаторик уже влияет, что именно экспериментаторам надо предсказать, сделать, чтобы эта тряска произошла, по твоему мнению. Странное излучение тут не спасает, оно вторичное. Согласен. Что начальное было. Согласен. Значит, Толь, я как-то немножко там уже под конец сбился, и все-таки еще одно мы поимели с этой фенологической модели результат. Она предсказала, что если добавить ванадий, в титановую и углерод, то должны получать 57-е железо. Редкий, зато легко меряется. Мы добавили и получили. И это означает, что это уже количественный результат. Это означает, что вот эти вот наборы, подбор этих наборов, он не бессмысленный. Теперь твой вопрос. Ну, а что там внутри? Как заглянуть? Нет, что надо сделать, чтобы инициировать этот третий? Что делать, я не знаю. Я сейчас размышляю над тем, что это, какая симметрия при этом работает. Все-таки ядерная физика опирается на симметрии. Какая симметрия при этом работает? Если угадаем симметрию, вся физико-элементарная частица это угадайка симметрии. Понимаешь? Неоткуда. Если угадаем симметрию, значит, все, выиграли. Значит, мы будем знать, из чего, чего можно получать. То есть, методы теории групп, я называю это трансформацией, термин взял из теории групп, как бы предупрежая. Я думаю, что результат будет получен именно здесь. Можно попробовать? Во-первых, замечательный доклад. Спасибо за доклад. Приятно, что вы теперь работаете в Сахунгском частействе. Я был там в 71-м году в Угудере. Сказочное место. Сказочное место. Я вам завидую даже. А, я совсем завидую. Как представитель Курчатовского института, теперь вы не работаете. Вы с работами Чернухи Ветров Владимирович знакомы? Или нет? Чернухи Велихов. Два, два, два товарища, тормаят. Нет? Ничего не говорили? Давайте без урежем давайте вопрос по существу. Вопрос. С работами знакомы с его или нет? К сожалению, нет. Нет знакомы. Стыдно, не знакомы. С Велиховым знаком. Вот, пожалуйста, может быть, это даст вам подсказку на вашу, я считаю, у вас хорошая догадка. Вы на правильном пути. Спасибо. Посмотрите, там есть если свяжитесь с ними. Мне даже самолет пропустят, перевеса не будет. Нет, там отдельные статьи будут интересны. Именно на вашу тему. Спасибо. 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 With our reactor experiments with microwaves, if you start with carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, you end up with these things. So, there's 4 billion years of experimentation going on here and the answer is kind of there. So, that's one thing. Your work with Mishinsky, which inspired Alexander Parkermore to produce some reaction tables. We work with a Belgian guy and a guy in New Zealand and we've created an interactive online system which anyone can use where you put in your starting reactions and it just considers 2 to 1, 1 to 2 and it comes out with the products. There is another version of that which is you can add in parameters like electron affinity, melting point, minimum or maximum energy levels and so on and it will do recursive generation so it creates the first pass with the most likely products to come out and then it does a recursion and then does the next product and I think with data everyone can use this. It's free. It's available. Thanks to Alexander Parkermore for sharing his tables. Now there's a couple of things. Last year at the meeting in Asti I suggested the use of PET in Asti. Asti, Asti. It's a metal. It's a metal. I agree with you that isotopic shifts are probably one of the best ways other than strange radiation of knowing that this is going on and not some contamination or whatever. So I suggested the use of positron emission tomography using 18 oxygen but then the system doesn't like to create radioactive things like 18 fluorine unless it's the proton and neutron reaction. So what I'm going to suggest here is an experiment that I would like to do that I think everyone can do and they can put in their reactors is to use carbon. 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 You put it in you put it in and your answer comes from radiocarbon dating. 14 carbon is radioactive it's got a 36,000 year or whatever it is half life and it's just $350 for an analysis. So if the system wants to create non-radioactive elements then you can use a standard process that's available all over the world to analyse your reaction products for you put your carbon in it just came from a tree made to charcoal put it in and you analyse it and it's 200,000 years old. And I hope you tell us in your presentation about this. I will do. It's incredible and if you've got I think the same parameters I'm very glad for your presentation. Welcome to Suhut. Thank you. Yes, yes. Well, you need to read. I'll give him his name. Yes, of course. A would you like in your opinion to find any combination of your approach? You don't have anything about this? Well, you have to tell us Yes. Let's go. it's been done but it's just it's been done. Let's go. Let's go. I don't know how this happened. Well, the Russian... Let's go. Let's go. You have some presentations. Maybe even you can do. There's a bit of some of this. I'll show you. I'll show you. Все эти критерии надо удовлетворить? Да, да, да. Yes. Yes, sir. Все удовлетворено. И комбинация сейчас под... Мне нужен компьютер. Навсегда, в России. Чего-то не хватало. А сколько элементов включают? Еще есть вопросы. Включают эту комбинацию, допустим, с фонариком. По-моему, штук шесть. С одной стороны... Да, пожалуйста. Я давно забыл. Я уже в другом эксперименте. Я уже почти гражданин Амхазии. А ты меня спрашиваешь про ваналии. Сейчас, извините, я пять минут, и я отвечу на все. Просто я должен смотреть, как это будет делаться. У меня еще вот такой вопрос возник. Да, 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 Александр. Все-таки, почему, вот вы говорите, у вас критерий такой, что энерговыделение должно быть маленькое, там, 10 кэфы. Ну, да, скоро, да. А почему все-таки не идут процессы с большим энерговыделением? Всегда мы привыкли к тому, что когда большое энерговыделение, процессы идут с большей вероятностью. У вас получается, что они не идут, а с маленькой идут. И это вот третий поразительный момент, что ситуация получается как бы инвертирована. И все каналы, которые компьютер дает с большим энерговыделением, эксперимент не показывает, а показывает именно минимальный. Вот здесь получается ситуация инвертирована. И вот эти многочастичные реакции, похоже, обладают той же вероятностью по отношению к одночастичной, как привычные нам физики, все наоборот, вывернут. То есть почему-то получается так, что многочастичные вероятней на эксперименте обнаружат, чем там из трех, так сказать, этих. И совершенно верно, Александр, вы заметили, что ситуация действительно инвертирована. Вот если там есть 10, там 100, мы никогда мы мэвов не видим. То есть это феноменология, которая не имеет пока объяснения? Нет, нет. Просто сравнение эксперимента показывается, из всего того, что выдает компьютер, реализуются только самые низкоэнергетические процессы. Ну, поэтому она, видимо, Леннер и называется. Удачи, мы назвали. Все, спасибо. Так, успеем еще?